Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о красоте, о нашем, о женском, и в том числе о людях, о менталитете, о турчанках. Я хочу вам рассказать о том, какими бьюти-процедурами они любят пользоваться, каким специалистам любят за красотой обращаться. В общем, какой здесь в фаворе, в спросе рынок бьюти-индустрии, чем турчанки любят пользоваться. Надо сказать, что я живу в Стамбуле, не в каком-то мелком городе. Это то, что я здесь вокруг себя вижу. Естественно, чем город меньше, тем и ситуация, менталитет, немножко поведение людей может быть другим. И отличается, например, у женщин отношение к красоте и уходу за собой. Все зависит от того, с какими людьми вы общаетесь, в каком кругу, какие у них интересы, взгляды, их какой-то образ жизни и тому подобное. Но я говорю сейчас здесь среднее по Стамбулу, что я здесь вижу. Хочу сразу добавить, что турчанки готовы платить, но при этом они готовы спрашивать, вести спрос. Они очень требовательные. Да, турчанки ходят в спортсалоны, спортклубы. Есть отдельно для женщин смешанные, сетевые. Все то же самое, как и у нас. Об этом у меня есть очень старое давнишнее видео на канале. Посмотрите, об этом популярно рассказывала. В некоторых спортклубах разделены дни на мужские и женские. По поводу спортивной одежды. Если она закрытая, то есть специальная одежда для закрытых девушек. Если турчанки открытые, нерелигиозные, то они одевают точно такую же спортодежду, облегающую, сеточкой какой-нибудь, порой мини-различной. То есть вообще ни разу не стесняются. Закрытости в этом никакой нет. По поводу занятий очень любят, либо есть кто персонально с тренером ходит заниматься, в зависимости от цели. Но это очень мало. Мало единицы женщин, которые в тренажерку ходят. Больше любят групповые, естественно, как и в России, в принципе, занятия. Очень здесь уважают зумбу групповую. Всегда зал полный будет. Сайклы групповые. И это пилатес. Есть здесь отдельные пилатес-студии. Не в спортклубах, просто пилатес-студии. В Стамбуле это очень популярно, когда набираются группы, либо индивидуальные занятия. Группы там по 5-6, там до 10 человек. Называется это здесь пилатес-реформер. На самом деле, это машина, которую придумал пилатес. Это фамилия мужчины, изобретателя и доктора, который занимался медициной восстановления мышц после переломов, неподвижности и так далее. В общем, он придумал пилатес вообще вот эту систему растяжки, нагрузки и статики. И придумал вот эту кровать-реформер. Кровать пилатес еще это называется. В общем, там, где растягиваются, тянутся, и это вместе с тренером происходит. Здесь это крайне популярно. Приобретаются абонементы. В общем, индивидуально. Кто-то даже у меня у мужа сестра домой себе такую купила. К ней тренер домой приходит заниматься. То есть, это капец. Может быть, последние 2 года, но очень на пике сейчас мода. Это очень круто. Везде вы все это можете увидеть. Пилатес-студии как просто грибы. После дождя вылазят. Очень популярно. Спортом давайте закончим. По поводу медицины, эстетики, косметологии и врачебной такой косметологии. Здесь для женщины колют ботокс. Здесь определенные ограничения есть. Услуги бьюти-красоты дороже немножко, чем в России. Ценник, потому что здесь, по сути, больницы. Там огромная система. Знаете, что все иностранное в Турции это запрещено. В том числе медикаменты и вот ботулотоксины, все вот эти инъекции. Здесь труднее достать. Их заказывают клиники, в которых есть определенная лицензия на это. Здесь поэтому не так много подпольных каких-то косметологов. Точнее, здесь есть их много, но это сразу говорит о том, что человек некачественно работает. Если ты хочешь качественно, надежно, это надо идти в клинику эстетической косметологии какой-то. Там это все разрешено. Но у них есть лицензия. Колят все и вся, все те же самые технологии, как и везде в мире, в Европе. Также ездят на обучение и все такое прочее. То есть вы там, давайте углубляться, губы тоже себе колят. Но как такового, как это называется, забыла слово по-русски. Но оно не русское слово. Диспорт. Здесь его нет. Он вроде, как я поняла, в стране запрещен. Поэтому они здесь все такого рода. Ботулотоксины называют ботокс. Как чуть что заморозить на лице, это ботокс у них. Пластическая хирургия. Постарше женщины подтягивают лицо, кожу, мишки под глазами, биферопластику делают. Очень часто носы. Это, само собой, я вам говорила. Некоторые женщины иногда пересаживают волосы, если залысины где-то есть. И, как вы не может удивитесь, я не знаю, но когда уже все попеределано и хочется еще чего, и у тебя дофига денег. Есть такие женщины, которые вставляют себе импланты в ягодицы. Грудь, само собой. Это даже не обсуждается. И импланты в ягодицы вставляют. Несколько раз я такое видела таких девчонок, с турчанок, с кем общалась. Чтобы была вот эта форма. Они сейчас тоже здесь в моде. Такая Ким Кардашин попочная история. Когда попа должна быть. Талия узкая, попа большая. При этом узкие тоже ноги. Это, кажется, конечно, со стороны не всегда пропорционально выглядит. Но, в общем, я вам говорю о трендах, что сейчас здесь происходит. Чем женщины любят усугублять ситуацию, чем они пользуются в бьюти-индустрии. Эпиляция, это, само собой, это вообще лазерная. Она здесь на высоком уровне. В каждом, блин, салоне вообще, бьюти-салоне, везде есть эпилятор. Это лазерная машина, да. Любят всякие массажи дренажные. 5G этот массаж. Разгонять лимфу и так далее, так далее, так далее. Они вообще, в принципе, любят что-то много с собой делать. Но чтобы при этом кушать булочки и не ходить на спор. Результат, чтобы был. Либо что-то на лице подтягивать. Импланты куда-то вставлять. Либо разгонять жиры, целлюлит и тому подобное. Сейчас уже лучше, конечно, с волосами, с ногтями ситуация, чем раньше было лет 5 назад. И когда я снимала видео, об этом рассказывала. Мастеров стало лучше, больше и лучше мастера стали. Качество их работы улучшилось. Здесь даже есть мастер-классы, когда наши мастера крутые, которые здесь живут. Они проводят мастер-классы для тех, кто здесь живет. Девчонок русскоязычных и для турчанок, и для мастеров. В общем, это как-то, знаете, получше с этим всем стало. У славянок в русских салонах делать ногти гораздо дороже. В турецких салонах дешевле. Но есть где плохо еще делают. Это, в общем, надо индивидуально смотреть место, куда вы попадаете. Ламинирование бровей делают. Окрашивают брови, ламинируют. Ресницы наращивают. Не повально, как у нас. Но очень многие это делают. Я очень часто, даже в возрасте, тетеньки, это я вот 50 лет, я видела, женщины делают. Здесь такое есть. Затем из такого бьюти-ногти. Сейчас в моде у девчонок молодых длинные ногти, нарощенные. Протез-тырнак, это здесь протезы называется. Такие же, в принципе, как в Европе. Везде у нас сейчас тренды, у блогеров. Вы видите, здесь тоже самое. Здесь та же самая мода. Девчонки вот такие ногти себе наращивают огромные. Женщины постарше попроще. Они любят просто всегда чистый маникюр. Гель-лак делают или просто лаком покрывают в салоне ногти. Педикюр тоже всегда. Но, честно скажу, с последних денег. Экстамбульчанка, какая-то там в возрасте тетенька, всегда найдет деньги раз хотя бы в две недели сходить на маникюр в салон. Сама процедура, сам процесс, релаксация, отдыха, делать себе приятное. Они за этим идут. Каждая может себе также делать маникюр и педикюр в домашних условиях, как и мы все они там не белоручки и ничего не знают. Не я, так же все самое. Но просто любят потратить это время для себя, потому что, приходя в салон, ты можешь посплетничать, чаек, кофеек попить. В общем, они приходят за процессом. Что по поводу волос? Любят, конечно, переходить в блонд какой-нибудь, но так как они понимают, что блонд будет желтый, не всегда очень красиво, холодно можно. Это очень дорого здесь, очень дорого. И не всегда будет хорошее качество за эту стоимость. Поэтому у турчанок очень популярное это мелирование. Второе это омбре. Ну и вот этот шатуш там, или кто он, феном, когда волос там окрашивают. Это вот вся история. Это все здесь тоже есть. Это тоже здесь популярно. Но больше всего здесь, конечно, была я еще забыла сказать. В общем, больше всего здесь, конечно же, омбре. Холодные какие-нибудь оттенки очень любят. Либо когда две пряди широкие здесь очень светлые. А дальше идет омбре, где-то нибудь там под уровни уха. Вниз светлые уходят волосы. Даже корни, вот эта вся история. Это очень тяжело и с этим работать. И дорого, опять повторюсь. Поэтому очень сейчас популярно это омбре, кудри какие-то. И две прядки у лица прям максимально здесь от корней высветлены. А там подальше это уже идет отросшие какие-то корни. Там, в общем, красят подолгу. Все волосы, естественно, как правило, турчанок открывают. Они их обесцвечивают на наш манер. Они обесцвечивают корни и так далее. Потом только накладывают краски. Ну, это, в общем, система. В общем, вы поняли, да? По поводу татуажа и всего прочего. Это уже не модно здесь. Раньше, может, когда-то было модно. Сейчас это минимум. Из процедур таких, это вот сейчас в салоне ты можешь увидеть в прайсе. По поводу татуажа. Это пудровые брови. Когда их делают, ну, как бы татуаж, да? Ну, не такой жесткий, острыми там углами, переходами цвета. Ну, такой легкий. И это минимум, это очень мало делают. И второе, это губы. Очень-очень. То это вообще еще редко вообще уже встречается. Мастера есть, которые делают. Но чтобы я видела, делали или там встречала какую-то женщину, у кого были губы ярко татуированные или там пудровые, опять же, тоже контур губ. Это уже не модно. Проще пойдут губы накачают, чем их будут татуажем каким-то краснинку, да, придавать яркость губам. Это вообще отошло здесь. Ну, вот из двухтысячных длинные ногти нарощены они сейчас в моде. То есть, я так скажу, что тренды все. Продвинутые девчонки молодые, там до 30 лет, у кого есть деньги, они все это соблюдают. Все так же, как и в Европе, выглядит точно так же. Эстетической косметологии не брезгуют, уколы ставят. И носы себе очень многие георонкой выправляют, да, или филерами, скорее всего, не знаю, скорее всего, филерами, да. Когда вот тут горбинку какую-нибудь докалывают. Это сейчас очень тоже здесь популярно, что якобы без, ну, инъекционно, без операции ты можешь себе это регулярно делать. Мне подружка, например, Гамзе, его когда-то в видео видели, да, это давным-давно. Мы с ней на курсах турецкого познакомились. Она делает, ну, ей нравится. Да, это больно. Она себе прокалывала, ну, это в клинике, она делала синяки под глазами. Она вводила, типа, какой-то концентрат. Я не знаю, как это что называется, я вообще не в курсе этой технологии, вот так скажу. У нее всегда впало, и здесь были мешки под глазами, синяки генетически. И она себе колола, я думаю, что что-то типа георонки, когда-то заполнилось мешки, эти поднялись чуть-чуть. И цвет поменялся, стало это теперь не синим цветом, а такое прям консилер она минимум использует. И вот она себе горбинку эту моносуб, чтобы он был прямой нос, делает. Но все равно сводится к тому, что это рассасывается через какое-то время. И девчонки все равно делают себе очень часто здесь пластику носа. В общем, такие истории, кому это интересно было, я очень рада, что я удалила ваш голод. У меня всегда спрашивали, чем они там пользуются, чем они интересуются, какими пользоваться. Я имею ввиду, какие бьюти-услуги популярны вот в Стамбуле, вот так. Но честно скажу, маникюр просто чистый, без наращивания даже каких-то и там гель-лаков. Маникюр, педикюр, шугаринг или эпиляция какая-то, или восковая, или лазерная. Они всегда здесь в фаворе, практически у каждой женщины. Если у нее нет денег на салон, она это делает дома. Но она это делает. Вот такая история. Пишите ваши вопросы или комментарии, оставляйте под видео. Интересно ваше мнение на эту тему. Если есть что-то подобное, хотите еще узнать темы для видео, пишите тоже в комментариях. Я всегда оставляю свою почту в инфобоксе, разворачивайте. Вы можете мне написать туда ваши вопросы, написать ваши истории для публикации видео. И также записаться на психологическую консультацию. Спасибо за внимание. Всем пока.